Каждую субботу кулинарные путешествия, интересные гости и новинки из мира кулинарии. Не пропусти программу Азбука Вкуса. Включайся! Хорошего настроения у нас много! Новый ассортимент встраиваемой техники от БИКО. БИКО. Вдохновленные красотой природы. При более пристальном взгляде технология продукта тебя удивит. Сохраняет витамины А и С в овощах и фруктах в течение длительного времени. И помогает готовить на высочайшем уровне. БИКО. Гармоничное сочетание дизайна и эффективности. Для здорового образа жизни. Вдохновленные красотой природы. Техника БИКО. С гарантией 5 лет. Азбука Вкуса. Всем добро пожаловать в эфире Михаил Суркан. И я сегодня не один. Сегодня у меня в гостях наконец-таки долгожданный дуэт. Сестры Зайцевы. Шучу. Нет. Но... Вот. Сразу поднял людям настроение. Все почему? Потому что, я надеюсь, они тоже поднимут его вам. Почему? Потому что они на самом деле пришли не с пустыми руками. Это раз. Во-вторых, они пришли. Два. Это два. А в-третьих, они с такими новостями крутейшими пришли, что просто мамами. Давайте знакомиться. Роман Зайцев. Гуру пивоваренья и фуд индустрии. Я специально, предназначительный Молдовы, делал акцент на Д. То есть фуд индустрии. Да. И Евгений Янко, он же товарищи, друг, кум, брат, сват. Какая, кстати, у него должность у вас? Давай, давай. Я не готов. А ну давай. И молодец, молодец пивоваренья. Не, не, не. Я вообще к пивоваренью не отношусь. Вот, наверное, ко второй части, которую ты представил Романа Зайцева. Фуды. Он про попить, я про закусить. Все, отлично. Вот, значит, здесь напитки, там еда. Все, договорились. Дело в том, что мы не можем показывать... В нашем случае пожрать. Да-да-да, пить пиво в эфире, но закуски, конечно, будем готовить. Закуски, которые, как видите, вы можете тоже, в принципе, дома готовить. Из продуктов, которые вы найдете где? В сети магазинов, в кауфлот, потому что там всегда тщательно отобранные продукты. Свежие, доступные, в том числе товары для хозяйственных нужд. Но лучше вам не пропустить 9 и 10 сентября. Потому что 9 и 10 сентября будет просто в самом сердце нашей столицы. В этом заведении, где много еды, вы должны сказать, как она называется, чтобы меня не уволили. Гастрономический театр. Спасибо большое. Да-да-да, вот, в самом центре, напротив театра оперы и балета, это я могу говорить. Да. Вот, будет проходить впервые, правильно? В первой стране, впервые. Первые. В первой за всю историю. В таком формате впервые в стране. Вообще пивные фестивали у нас проводились и проводятся. Но это не фесты даже как конкурс, да? Нет, это бир-фест, в рамках которого будет много всего, в том числе и уникальный конкурс про еду. Про еду. Но я об этом чуть позже расскажу, но Роман Зайцев, кстати, является лицом этого феста. Почему? Потому что сюрприз, который ожидает всех посетителей 9, именно 9 числа, первого дня нашего феста, Роман Зайцев подарит большой сюрприз. А кроме этого, все создано для того, чтобы приготовить очень много специального пива. Сейчас Рома расскажет об этом. То есть будет очень много, давайте так говорить, что мы ходим в круглоку, будет много чего-то бесплатного? Будет. Все, спасибо. Давайте, может быть, мы что-то начнем, потому что мы будем только говорить, у нас ничего не успеется. Так, лук, чеснок у нас сегодня на столе есть, капуста на столе у нас есть, морковь, томаты, болгарский перец, вот эта красная штука, это паприка. И вот. Что это такое, Роман? Можно мы рассказываем? Рассказывай. Давай. Так, пожалуйста. Тут я сказал про еду. Да, на фестивале, на самом деле, будет большое количество сюрпризов, приятных сюрпризов, и про еду, и про выпить. Мы же рассказали ранее. Да. Про еду будет самое центральное блюдо, ну, мы так считаем, что оно самое центральное, потому что оно особенное. Потому что оно в центре. Это фестовские сосиски, назовем их так, это наши фестовские сосиски. Фест-сос? Ну, фест-ски. Сос-фест. Фест-ски. Это они. Чем они уникальны? Тем, что у них рецептура, фракция, которая внутри, и вообще вкус содержимого по нашей, ну, как нашей, по авторской рецептуре. То есть, вы так сейчас рассказали, мне хочется уже сырую взять, попробовать и стать первым поедателем сырой фракции. Так, что нам нужно для, давайте, может быть, я подготовлю там сковородку, нарезать чего-то, или это все быстро потом? Да, можно я добавлю? Вы сейчас будете готовить блюдо, которое будет на фесте, так оно будет выглядеть, а я просто приготовлю соус от себя, от вас, всем зрителям. Вот и все. Все, давай тогда, а соус мы передадим всем зрителям как-то вот так, я не знаю, вот туда. Так, давайте сразу же, что нужно, говорите, командуйте, потому что сковородку. Так, вы там, короче, делайте свое, я здесь буду делать свое. Свою, нужен нож. Мне нужен нож. Все. Пока, да? Длинный или широкий? Давай широкий. Или твой это широкий? Нет, у меня здесь нет такого. Ну, вот мне будет удобно. А тебе что? Мне ничего не нужно, я, в принципе, вас буду ждать. А, спасибо. Потому что... Ну, давай тогда ты тоже, может быть, чем-то займешься. Ну, карбаски быстро приготовятся, быстрее, чем... Так мы можем все равно пока? Так, может, мы можем что-то ему нарезать там? Да, все, пусть говорит. Давайте, возьмите морковочку, пожалуйста, нарежьте, две морковочки кубиками. Кубиками просто, да? Так, тогда вот так вот даем морковочку и кубики. Так, еды будет много. Я так понимаю, что попасть туда может абсолютно каждый. Нужно ли заранее что-то там бронировать? Куда-то, чего-то, как-то или нет? Нет, у нас вход абсолютно свободный на территорию заднего дворика театра гастрономик. И, кстати, хотелось бы подметить, почему именно колбаски. Потому что три самых главных тезиса, которые мы готовим на фестиваль. Фестиваль будет длиться месяц, даже чуть больше месяца. Чтобы не думали, что только два дня фестиваль закончится. Это только открытие фестиваля? И три самых основных тезиса. Это у нас мы варим 100 тысяч, на секундочку, 100 тысяч бокалов пива. Уникального пива. Для этого фестиваля. Подождите, это я так просто писал, как пиво варится. Так, 100 тысяч чего? Бокалов пива вы варите? Да. Сколько это в тонах? Давай нарисуем. 100 тысяч бокалов, это же 100 тысяч людей? Это 50 тонн. Ну, это если с учетом того, что, кажется, человек по одному. Если надо виск, тогда туда. Вот. Второй, самый главный тезис. Из этих 100 тысяч бокалов пива, которые мы варим в коллаборации с нашим партнером, 10 тысяч бокалов на протяжении всего фестиваля мы подарим. Дикое издание. А можно кубики поменьше? А зачем? Хочу так. Хорошо. Уже поздно. 10 тысяч бокалов подарите? Да, просто так. В смысле? Безвозмездно. Так, а у нас в Кишиневе есть... А подождите, ну, так, а если придут 5 тысяч человек, они что, на шару, получается, все пиво выпьют? Нет, мы, естественно, через разные активности... Если придут 5 тысяч человек... Очень хорошо. Не, просто до задней дворик, мне кажется, этот задний дворик продлится немножко до телецентра, нет? На самом деле мы могли провести абсолютно везде этот фестиваль, можем себе, как говорится, позволить, но мне кажется, что в этом и есть вот этот вот... Изюм? Ну, давай, да, в этом и есть цимис, правильное слово. Ну, это... Суть в том, что все будут вместе, это все будет очень плотно, и тогда все, что будет происходить на фестивале, про еду, про выпить, про погулять, про потанцевать и поучаствовать в конкурсах. Это все будет как-то очень поселение. А, ну, подождите, 10 тысяч, я просто у меня в голове цифра, я представляю себе это в количестве. 10 тысяч? 10 тысяч. Ну, это как 9, только 10. Бесплатно, но их надо, в принципе, как какие-то активности... На протяжении, да, на протяжении всего фестиваля, всего месяца, через разные активности, конкурсы, фестиваль открытия будет задний двор гастронического театра, а потом фестиваль будет продолжаться в... Сети пивных заведений. Там, где уже площадки побольше, да? Сети пивных заведений. Да, ну, у нас, да, одна большая. Самая большая сети, единственная, да. Да, и я так понимаю, что будут какие-то определенные хедлайнеры, потому что, в принципе, то, что уже видели в сторис, то есть, наконец-таки, вы реанимировали этого бородатого человека, потому что, да, я уже думал, что он уехал, вот, улетел, а он сказал... Мы его вернули. Да, слава богу. И 10-го, я так понимаю, что вообще что-то такое отдельно, все спрашивают, почему ACDC, что такое ACDC. Так, рассказывайте, я уже закинул тизер. Да, 9-го и 10-го, что касаемо хедлайнера и музыкальной составляющей, у нас первый день будет главан. Андрей. Андрей главан. Привет, главан. Это уточнил, Миша. Именно Андрей будет? Нет, просто есть... Нет, есть еще один главан. Есть этот, как он, человек, который гинеколог. Человек, который гинеколог? Да. Любой гинеколог, у него фамилия главан? Не любой. Любой гинеколог, он знакомый, я понял. Есть просто знакомый, привет. Большой привет, извините, мы про другого, Андрей. Да-да-да, все нормально. Первый вечер будет главан, второй вечер будет трибют-шоу ACDC. То есть это официальный трибют, это сборная солянка из музыкантов, которых собирали из разных... Там есть парни, которые из Англии, есть парни из Германии. А, интернешнл прям? Да, и это официальный трибют, они аккредитированы от лейбла ACDC, они имеют право исполнять и показывать шоу. Плюс ко всему их подбирали не просто как музыкантов, они еще визуально все похожи. И они выдают прям шоу ACDC. Да, вот именно вот так вот будет весело. Тогда, извините, мне надо взять совершенно другую кепочку. И если вы придете в шортах и в пиджаке, я уверяю вас тоже будет ждать бесплатный бокал пива, мне так кажется. 100%, 100%. Дико извиняюсь, я только что опять продал тизер. Так, да, кстати, насчет бесплатного пива, следите за тиктоком, инстаграмом. Но мы можем здесь показать инстаграм. Вот сейчас вот прямо появляется инстаграма ваша, то есть вы можете вот зрителей сюда сейчас воткнуть ему прям на пузик. Вот сюда ткнуть. И вы перейдете как раз и потом и на тикток. Мы не можем, к сожалению, и то, и другое. То есть как бы, ну, понятное дело, что тикток тоже набирает обороты и дает вот эту вот узнаваемость. Так. Да, и почему нужно следить за инстаграмом либо тиктоком? Потому что мы объявим в пятницу, в какое время будет акция беспрецедентной щедрости в нашей стране и в Молдове. В определенное время начнется угощение всех гостей абсолютно бесплатно, безвозмездно. И от души пивом. Это просто какой-то гудок такой, и понеслась. И понеслась. То есть самое главное, друзья, оказаться в нужное время, в нужном месте. Теперь вы понимаете, да, если вы действительно любитель и ценитель этого напитка. Многие ему почему-то где-то там приписывают какие-то зловредные качества. Но я могу сказать так. В меру всегда все полезно. И не говоря о том, что пиво вообще на втором месте по пользе после воды. Потому что действительно в этом хмельном напитке есть огромное количество полезных витаминов, в том числе витамины группы В, которые нужны нам. Это уж точно. Да, В. Да, вот. И женщинам оно тем более полезно. То есть особенно тем, кто хочет войти в интересное положение. А скажу еще больше, в Средневековье люди пили не воду, потому что она была грязная, а реально пили пиво и таким образом спасали себя от обезвоживания и от жары. И от скуки. Конечно, от скуки. Тогда это называлось там Прага как-то, да? Можно. А можно кушать во время села? Ну, честно говоря, так делает только Дмитрий Спиваков. Но, в принципе, я называю это синдром Спивакова. Ну, посмотри, посмотри, пожалуйста, на Дмитрия Спивакова, посмотри на нас. В нас в каждом по два Дмитрия Спивакова. Я думаю, что по нам видно, что мы можем кушать. Мне кажется, даже можете не спрашивать, знаете, то есть, как бы, это вот та самая история, когда он же все равно в два раза сильнее, да? Вот. Так, сколько позиций меню, если мы можем говорить, будут именно конкретно на Фесте? То есть, они отличаются от меню, которое вот есть в этой известной сети Пивоварин, да? Да, однозначно. Нашей. Это будет специальное меню для Феста. Спешл. Спешл, да. Эдишн. Супер Бренд-шеф будет. Что будет у нас? Да, Бренд-шеф готовит такие вещи, подготавливает. Это будут ребрышки, лента, ребрышки на Хоспере. Это которые вот Женя в этих-то съел? Нет, нет, другие. А, тебя он уже съел? Специальные фестовские, да, все Женя съел, замариновал и отложил себе на зиму. Отложил себе сбоку. Это будут ребрышки приготовлены прямо на Хоспере, то есть будет стоять Хоспер. Дикая, извините, что такое Хоспер, объясните нашим. Хоспер, Хоспер. Объяснял, да? Да, да, что такое Хоспер, это Хоспер, Хоспер, да, вот это, это музыкальная фраза из невошедшего альбома ACBC, да? Да. Вот, будут готовиться мясо мидий с маленькой, молоденькой картошечкой. Объясни, что такое мясо мидий. Нет. Мясо мидий? Нет, ну что вы. Это не тебе. А. Это вот, вот этой прекрасной девушке, которая задается вопросом. Жена ваша? Допустим. Мясо мидий с картошечкой, так, будут готовиться, естественно, колбаски. Женя, Женя, что такое мидий, извините, пожалуйста. Сейчас, подожди, 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 подожди. Все нормально. Я на большой приеме. Сейчас по старой памяти пойдет. Так, и картошечка молодая. Он, ты знаешь, он кум-кума. Кум-кума? Ну да, это 3К. Есть 3D, а есть 3К. Я извиняюсь. Будут готовиться на паельницах, больших сковородках, мидии в двух разных видах, томатном и вино-чесночном соусе. Да, это все тяжело. Будет креветка белоногая готовиться. Какая? Белоногая, та, которая летом работала. Которая летом в шланах ходила? Возводы нет. Да, сейчас мы буквально после рекламы тебе все сделаем. Спасибо. Да, да, да. Что туда нужно еще добавить? Так, креветка белоногая, не отвлекай. Два вида мидий. Мясо мидий с картошечкой, ребрышки на хоспере, креветка белоногая. Еще помимо этого будут несколько разновидностей морепродуктов, жарятся и готовятся на больших сковородах. Специальные сковороды. Да, единственные в Молдове сковороды чисто фестивальные. Одна сковорода примерно как этот стол. И на ней все будет готовиться. Слушай, это выглядит уже аппетитно. Я почему-то чувствую прилив во рту. Так, вы понимаете теперь, что на самом деле это действительно фест, который не только может стать, становится автоматически международным, но еще и максимально масштабным. Поэтому смело ребята заявляют о том, что это впервые проводится в нашей стране. По времени, как он длится, сколько он длится, во сколько начинается, во сколько заканчивается. В 16.00 и в субботу, и в воскресенье мы всех приглашаем. Нет, мы приглашаем, приглашаем. На 16.00, давайте. Вот. Старт в зависимости от того, как у нас соберутся. Ну, ты же знаешь, как у нас... Open Doors состоится пизднейше. Вся история, что касается фестиваля, по идее, по конкурсам, по активностям, которые будут происходить. Там будет очень много розыгрышей, подарков от нас, от наших друзей, партнеров. В общем, время провести будет приятно. Чем заняться, короче. Да, будет приятно. И этим, кстати, будет заниматься конкретно Евгений. Да, ну то есть система каких-то столиков, или это будет все-таки все ближе, да? Это все высокие столики. Это подошел, взял, подошел к столику, поедал. Какая-то раздача все-таки в этих одноразовых, да? Да, фестивальная история. Точно без посадочных мест, потому что это уже начинается все застолье. Подошел, увидел, попросил, насыпали, пошел, съел, улыбнулся. Добрый вечер. И стал счастливым. Отлично. И период с 9-го, 10-го по сентября и по... Открытие будет два дня. И я думаю, что мы закончим фестиваль... В середине октября. После Дня Город. А, все, я понял. То есть может ли повлиять то количество пива, которое вы предполагаете, что оно вдруг в сентябре закончится, что и фестиваль закончится? И думали ли об этом, что люди наши любят этот напиток и он быстрее уйдет? Мы подстраховались на этот случай. На этот случай у нас... И еще 5 тонн пива. По динамике того, как начнет происходить движение фестиваля, по той консумации, которая будет происходить, мы будем понимать, нужно ли нам еще дополнительную партию варить. Но я думаю, что все-таки 100 тысяч бокалов – это достаточно интересная цифра. Давай я чуть-чуть вернусь все-таки и к твоему скиллу, да, то есть знатоку и гуру пивоварения. В нашей стране вами сейчас сколько сортов варится? То есть вот сколько вы сейчас производите? Потому что, я так понимаю, возможно, не все наши именно телезрители, то есть те, кто с вами тусит, знают и там еще как-то выходят куда-то, но не все знают, что это Made in Moldova, что это как бы в наших рук. Да, суть в том, что у нас нет своей пивной фабрики, у нас есть разные партнеры пивоварни, с которыми я сотрудничаю в каком формате. То есть у меня есть идея, у меня есть там идея рецептуры сварить пиво, у меня есть маленький варочный порядок, где я пробую это, финальный продукт, который получается, мне кажется, он достаточно интересный. Соответственно, мы идем к партнеру, и я говорю, «Слушай, давайте мы сварим вот специальное пиво, которое будет сварено только для нас». Вот такие стили, они на протяжении года мы варим порядка 4-5 разновидностей в течение года, потому что зависит от сезона, зависит от настроения, ну и зависит от того, чего на рынке другие пивовары не дают, но оно на поверхности очень просится. Ну, у нас как бы считается, что страна винная. Я просто думал как раз сейчас рассказать про, быстренько про кофейный напиток. Дело в том, что именно этот кофе, якобс бариста, обдавался медленно от жарки, и когда вы получаете готовый напиток, то ощущение, как будто вам готовил вас с любовью самый настоящий бариста, вот почему оно так и называется, кофе якобс бариста. Сейчас мы этот аппарат тоже запустим, он готовится как раз, вот я смотрю, к своему запуску. У нас страна винная, скажи мне, пожалуйста, но пиво тоже является супер популярным напитком. Удалось ли по какой-то своей статистике обогнать уже любителей вина? Потому что, мне кажется, вино, ну как бы это более редкие случаи, да, когда ты можешь выпить. Ну, если обращаться к официальной статистике, я, наверное, тут затрудняюсь ответить, какой продукт в каком количестве продается в нашей стране. Но я, мне почему-то так чисто интуитивно, и по тому, что я вижу в заведениях в нашей сети, и не только в нашей сети, и что потребляется, я все-таки думаю, что пиво более популярный и более востребованный продукт. Да, так оно есть. Евгений, нажмите, пожалуйста, среднюю кнопочку там, где маленькая чашечка, да, пускай этот аппарат сейчас начнет работать на вас. Нажали? На таких, как Евгений, сенсор не реагирует. В смысле, почему? Не хочет, обиделся. Да, нет. Вот. А ну, смотри. Давай. Собака. Спасибо огромное. Итак, теперь мы понимаем, почему Евгений... Лучше не придумайся. Готовит еду, потому что он не чувствует боли. Да. Он может порезаться и не плакать. Привет. Ну, я же уже пять лет пол. Да, дорогие друзья. Вот такие вот веселые ребята. Ну, на самом деле, это только осень. Кажется нам, что вот, какие-то тяжелые времена наступают. Нет, дорогие друзья. Просто людей стало больше. Это уж точно, поэтому всем нужно подарить радость и счастье жить в этой стране. Ребята, над этим работают абсолютно каждый день. Мы пройдемся на рекламу, вернемся скоро. Это «Азбука вкуса» продолжение. Сегодня в гостях Роман Зайцев и Евгений Янко, который отвечает за организацию проведения шикарнейшего впервые в Молдове организовано именно таким образом. Фуд, фест, бир, пати, не знаю, что там. Все будет. И да, и много пива, и много бесплатного пива. И 10 тысяч бесплатного пива. Это я запомнил. И всевозможные миди, и белоножки. Вот такие будут. Нормально. Все перечислил? Все есть. Что я забыл? Все, там что, люди будут? Хлеб будет? Хлеб будет. Менять сценарий. Будет хлеб, там еще люди, там диджей. И все это в центре, напротив троих, роперы и балета. Вы увидите дворик, шум, музыка. Играют все. Тебе от рукой все равно не понравится. Так, и что, окей, что вы делаете? Натираю тебе морковочку для салата. Для салата. Витаминчик. Так, а сковорода уже ее ставить? Итак, посмотрите, у нас техника бейко. Готовить так легко, знает даже Женя Янко. Так, а ты пошла. Понесла. Ого. Да-да-да, как я говорю, когда-то укусил меня Павел Дуганов. Вот, что, что, что проживать на бейке? Почему? Так, здесь мы варим вот эти вот отдельные. Жарим, извините, пожалуйста. Это авторские фракции, собранные в эти колбаски. Это все-таки колбаски, не мететей, не карнацеи, ничего, да? Ну, смотри, это больше карнацеи, так как мы все-таки в Молдове. Ну, по поводу в Баварии, скажи, что это колбаски. Карнацеи, да. То есть заказать в Баварии карнацеи у тебя не получится. Так, а шницы? Нет. А вот сосиски? Потому что они их так нужны. У меня зовут Мир Милатулганцев, я знаю про Баварию. Но шницель это же как бы как будто немецкая. Ну, одно из традиционных блюд. Оно треское. Правильно, на немецком? Да, оно треское. Так, хорошо, я же за капусту отвечаю у вас, да? Ну, давай, брат, если у тебя ее много. Ну, вот, у вас ее много. Так, я делаю тогда, получается, салатик витаминный, потому что мясо без овощей. Получишься от повара лещей. Так, будет пыдыш-пыдыш. Ну, понятно. Ну, я поэтому дал вам фартуки, чтобы... Так, подожди, Евгений, а у вас что? Я хотел бы ошпарить помидорки. Как бы это ни звучало. Так, давайте я вам дам для этого миску. Спасибо. Я буду кричать, уходите. Так, хорошо. А ты можешь это делать за фирмой? Да, да, да. Это страшно. Да, кстати, быстренько по поводу салата. Вот сюда, да? Я попробую объяснить, что, 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 что я имею в виду. Это будет просто салатик, который вы можете заполнить, рецептик написать. Мы это все проговорим уже ближе к концу. Этот салатик оптимально подходит и под рыбу, и под мясо, и под хлеб. Просто макнуть хлебушек. Это все очень вкусно. Но желательно избавиться от лишнего... Лишней пленочки. От лишнего человека, чтобы больше достался. Я шучу. Так, окей. И сделать это можно с кипяточком. Вот, пожалуйста. Да, напоминаю, кстати, что даже вот эти вот красивые, шикарные помидорки вы можете легко найти в сети магазинах Каффлэн, в котором всегда тщательно отобранные продукты, свежие мясные, рыбные деликатесы и, конечно же, товары для хозяйственных нужд. Спасибо большое магазину Каффлэн за то, что в том числе и нас сегодня таким вот образом поддерживают. Раздается невероятный аромат кухни. Я вам скажу, что я уже как будто частично нахожусь на этом бир-фесте, которые будут затем еще, ну, именно в дни открытия 9 и 10 сентября, будут еще хедлайнить, то есть выступать в самом финале уже на большой-большой площадке, будут выступать еще и, так сказать, знаменитые. Шоу ICBC Tribute, да, то есть официальное шоу. И вы не ослышались, так оно и будет, и это... Но там уже надо будет что-то бронировать, да, какие-то столики? Нет, все, вот так вот. Надо просто прийти вовремя для того, чтобы занять, ну, важные места перед сценой и получить эту эмоцию. Так, хорошо. Я так понимаю, что, конечно, когда ты в качестве идейного вдохновителя и организатора, ты, конечно, на все происходящие события смотришь немножко с другой стороны, с высоты, как бы, самой организации. То есть сами на какие-то фестивали любите ездить? Ездили? Если там какой-то топчик, блюд, не знаю, ну, понятное дело, напитка, если это пивной фестиваль, там пиво, да, вот. Но, может быть, есть какие-то свои любимые стартапи, может быть, есть какие-то закуски, которые пока, допустим, наши люди еще не очень понимают, но к этому можно... Я вот коротко начну, а вот Рома дальше продолжит, потому что там тема очень интересная. Еще в целом, в прошлом году мы ездили на Октоберфест. В прошлом году мы были на Октоберфесте, на нашем любимом, на одном из любимых фестивали про пиво, про молодое пиво, про людей, про атмосферу, про закуски. По поводу закусок. Мы приехали заранее, там, за неделю примерно, и катались по Баваре. И вот у Ромы была задача отснять максимально много интересных крафтовых пивоварий с историей, с каким-нибудь, не знаю, с определенным вкусом и так далее, с разной рецептурой. Вот мы покатались, и в то же время мы заказывали закуски. Вот я коротко скажу про закуски. Вы знаете, что я вам скажу, дорогие друзья, любимая Молдова? Я понял одно, что баварское блюдо под названием рулька не такая вкусная, как в некоторых заведениях у нас в стране. То есть мы можем этим гордиться. А рулька, это является блюдо, которое мы все прекрасно знаем. Ну, то есть лицо, скажем, да, фестиваля. Одно из... Ну, да, которое... Ну, давайте, это стереотипное блюдо, которое почему-то по умолчанию все считают, что... Вот для меня это было критично. Что немцы, да, что немцы там с утра до вечера едят одну рульку. На самом деле, очень сложно найти рульку в заведении. Да. Потому что те заведения, которые работают на внутренний рынок, на самих баварцев, они готовят совершенно другие блюда. Тоже немецкие, традиционные, интересные. Но на самом деле, рулька, которую... Вот, скажем так, тех заведений, где мы все-таки находили рульку, я не могу сказать, что рулька меня удивил. У нас в Молдове она все-таки, скажем так, отличается по вкусу. Есть же все-таки, ну, у них, например, в Европе, да, есть много моментов, которые уступают нашей хорике. Однозначно. То есть, я не говорю просто про посуд, а даже про какое-то разделение пабы, бары, рестораны. То есть, мы привыкли, что у нас если есть заведение общепита, там, ну, понятное дело, все зависит от ценника меню, то есть, ты можешь как бы назвать его рестораном, у них там есть четкое прям разделение. То есть, рестораны начинают свою работу, не знаю, после пяти вечера. То есть, запятил, не будет работать. Какие-то пабы могут работать круглосуточно, и там прям движ в Париж, не знаю, там прям музыка играет, пиво пьют, и все прям в веселухах прям 24 на 7. Да, это правда. Есть какие-то бары, которые начинают там с 11. То есть, вот мы когда были, опять же, тоже в Германии, но не на Октоберфейсе, не на пивном фестивале, то есть, мы совпадали с тем, что реально некуда было пойти просто позавтракать. Мы привыкли, что ты можешь в любой, даже круглосуточное заведение прийти и что-то тебе приготовить. Есть крышка? Есть крышка для сковороды, и счастья скажу. Оно может быть уже не в своем времени? Ну, вот такая. Нет, это через счет. Потому что здесь все в масле будет. Да, да. Ну, у нас оно так оно, потому что, как бы, не переживай, это настолько удобная поверхность плиты беко, что оно очень легко стирается и смывается тоже очень легко. Но за аккуратность, в любом случае, отдельно большое спасибо. Но не переживай, это естественные процессы, и мне кажется, что вот этот вот жир, он как бы естественный для... Я могу просто огонь тише сделать, если не надо. Нет, нормально. Вот, я просто говорю к тому, что, как бы, вот мы столкнулись с тем, что либо приходилось брать какой-то пастфуд, либо искать какие-то отдельные заведения, чтобы, ну, как бы, вот реально можно было позавтракать. Ну, то есть, а у нас, как бы, ну, вот в этом плане Хорика... Давайте, если мы будем говорить непосредственно за Германию из-за часть баварской земли, да, то, что отличает, грубо говоря, немцев от многих других народов, это практичность и прагматичность. Почему многие заведения открываются после обеда, ближе к пути вечером? Потому что это исходит из аналитики и оптимизации расходов. У нас заведение, если открыто, то открыто. С утра, да, с утра и до вечера. Можно сказать, что многие работают в минус, да? Конечно, конечно. А, да. Там все настолько проанализировано и оптимизировано, что я думаю... То есть больше математики, да, там? Да, да. Ну, что, что делать? Аромат это, друзья, ну, как вам это передать? Вы, что каждый раз вот этот вот пар, это какая-то мясная ингаляция, я не знаю, это вот протещение не только легких, но и моего желудка, это просто честно. Я бы так назвал группу, если бы я с тобой пел. Мясная ингаляция. Просто, дамы, господа, на сцене местная ингаляция. Просто очень-очень-очень ароматно и очень приятно, когда это делает человек, который... Сколько ты лет корике уже посвятил? 20. 20 лет, по случаю этого юбилея, Роман решил организовать фестиваль, да? На самом деле, такого формата фестиваль давно хотелось организовать. Просто... Топ от дыни, вот эти вот всякие, да? Да, очень много внешних факторов, которые мешают. Но, тем не менее, мы его уже организовываем в эти выходные. Так, вопрос, который, в принципе, касается, наверное, какой-то больше, я даже не знаю, моральных составляющей. Сейчас вот попытаюсь аккуратно сформулировать. У нас, я заметил, что во многие заведения, скажем, пивные, давай так, периодически приходят гости с маленькими детьми. И это немножко напрягает как бы и меня как постояльца, ну, то есть как гостя. И в то же время я думаю, а зачем ты сюда ведешь ребенка? Ну, как бы, потому что это, ну, это же не детская, это даже не кафетерий какой-то, то есть это реально просто пивная. Ну, я думаю, что это все-таки стереотипы и пережиток, потому что, катаясь по Европе, даже в соседней Румынии, даже в той же Германии, в Венгрии или в Австрии, когда посещаешь днем или в вечернее время пивные заведения, все-таки чем отличается ресторан французской кухни, в который для тебя не будет, тебя не будет смучать, что родители пришли с ребенком? Чем отличается ресторан французской кухни от заведения, которое целенаправленно работает с продуктом, таким как пиво? Ничем. Если уровень заведения позволяет, и уровень гостей позволяет культурно отдыхать и время проводить, то какая разница, пьешь ты бокал вина или пьешь ты кружку пива? Спасибо большое за ответ, этот ответ меня очень-очень интересовал, потому что у нас, скажем так, для нашей небольшой гостеприимной страны реально, наверное, типов и видов ресторанов очень много, то есть, я имею в виду, пытаются все, конечно, брать с какой-то уникальностью, и вы думаете, возможно, либо по меню фишечки, либо там, скажем, какие-то фишечки связанные с интерьером, да, там, не знаю, подачи и так далее, вот, но надо говорить, что какая-то аутентичность все равно остается, и что касается именно пивной, пивной истории, то там все просто относительно, да, то есть, ну, как бы, просто для меня, как для посетителя, но не просто для вас, наверное, как для организатора. Как для философов, это философов. Я говорил несколько раз уже, пытался донести свои мысли, и сейчас я ее, наверное, попробую повторить. Все, основная масса людей относится к такому продукту, как пиво. Легкомысленно, да? Ну, потому что пиво, ну, что такое пиво? Но если почитать историю, если проанализировать, то пиво, так же, как и вино, как и традиции, как и все, что к нам пришло от наших предков, это продукт, который был на протяжении даже не сотен, а тысячелетий. Рядом с человеком. Поэтому сказать, что пиво – это продукт легкого потребления или к нему относиться… Это так звучит, как? А ты, знаешь, ты, мне кажется, напиток легкого потребления. Ну, условно. Что такое пиво, пиво? Да, то, что его много разновидностей, то, что у нас культура потребления пива или диверсификация стиля, который варится, она еще пока в процессе развития, хоть и быстро развивается, но в процессе развития. Я думаю, что пиво – это самый недооцененный напиток, который… В нашей стране. В нашей стране. В нашей стране. Да. то, соответственно, это уже праздник. Я, видимо, попал на какую-то особенную. Астарскую дегустацию. Это была астарская. Да. Кроме на дегустации, я помню ее. Да. Не помню финала, но вот ее я помню. Она была. И что ты можешь говорить про пиво? Что классный диджей. Вот именно. На дегустациях можно до четырех, максимум пяти стилей дегустировать. Да. Если мы говорим про потребление, то лучше все-таки больше двух стилей не смешивать. Почему? Черное с белым. Черное с белым. Светлое с темным. Да, да. Это не расизм. Лучше все-таки не смешивать. Почему? Потому что разные штаммы дрожжей, разные продукты в приготовлении используются разных стилей. И, соответственно, организму легче переработать, когда это монопродукт. То есть, если ты за вечер употребляешь какой-то стиль, то желательно его. Можно, конечно, как я многим советую для развития гастрономического своего экспириенса, попробовать бокальчик какого-то пива, который ты еще не пил. оценить его, попробовать оценить. О, здесь мне нравится это, мне нравится или не нравится. Такой аромат пытаюсь чувствовать. И потом продолжать употреблять то, которое чаще всего употребляете. Но для развития гастрономического вкуса все-таки нужно пробовать. Паприка куда идет? Когда? В конце. А, все. Хорошо. Когда ждем? Да, да, да. Я просто спросил на всякий случай, потому что она под крышкой, возможно, ее не видно. Я, друзья, расскажу еще как бы шире, но помимо всех скиллов, навыков, умений моих гостей, Роман когда-то вообще отдельно вел даже YouTube программы, YouTube канал. Как вел? То есть они так и остались. Я имею в виду, что когда вот я лично проходил испытания с закрытыми глазами, не закрытыми глазами, а слепая дегустация проходить, и было очень интересно, можете потом тоже там по ссылочке уже найти и на YouTube Романа, и увидеть как звезды шоу-виза, такие, которые уже попутешествовали, понимаете, уже с каким-то даже легким пафосом, да я типа в пиве, но у меня есть любимая, да я сейчас все расскажу, вот, натыкались на то, что иногда какие-то, не буду называть просто дорогие зарубежные бренды, уступали по личному вкусу, да, каким-то нашим отечественным, который варится именно здесь. Вот, ну что, я тогда предлагаю вам, уважаемые телезрители, сейчас буквально секундочку подождать, и у нас все будет готово. Вот, дорогие друзья, вот так вот будет выглядеть блюдо, которое будет на Beer Food Fest, ну, я так понимаю, это одно из, опять же, из-за меню, но быстренько расскажем про конкурс, пока есть буквально вот эта вот одна минутка. Что за конкурс? Потому что все считают конкурс, что за конкурс? В истории Молдовы, который, как минимум, я проводил, или ты проводил, или кто другой. Две команды по 50 человек. У каждой команды будет бренд-шеф и еще один повар. У нас будет определенный промежуток времени, и с ходом времени мы проверим пустые тарелочки, кто как быстро съест и кто как быстро приготовит. Победитель ждет вкуснятина. То есть любитель с поваром? Да. Будут состязаться две команды. Одной управляет бренд-шеф наш, а другой любитель, который просто любит готовить. Надо как-то регистрироваться? Нет. Надо прийти вовремя и слышать, что… 50 человек любых, которые там будут. Да. Которые будут, станут в ряд. Все. 50 спартанцев. Идемте со мной, нет? Да. Но у нас не будет, у нас будет ура. Ура. Так, хорошо. Так, смотрите быстренько, что мы приготовили. Это у нас карнацей, да, то есть колбаски, которые авторские колбаски. Здесь отдельные фракции мяска собранные, вот обжаренные, здесь на лаваше поданные. Очень вкусные и нежные. Уже Рома зачем-то это режет. Мамочки, зачем? Салат у нас витаминный. Здесь реально растительное масло, морковка, капуста и зеленюшка, которые сбалансируют как раз вот это вот мясо, и вам будет польза. А уже не там, а уже не там. Что уже не там? Доготавливается соус, который быстро с капельцами или не надо? Да, быстренько. Быстренько. Лучок нарезаем любимой фракцией, которая вам нравится. Морковочка тоже для сладости, всеми маленькими кусочками. Петрушечка, укропчик, что еще там было? Чисточок. Чисточок, да. Помидоры, томаты. И томаты. Томаты без шкурки, чтобы не было вот этого всего. Это все тушится в одном с любимыми приправами. А, и потом получается подается вот так вот на пиалочке, чтобы можно было макать? Можно и так. А, все. Отлично, дорогие друзья. Все, не пропустите тогда. Приходите обязательно, потому что все только начинается и почти до середина октября обещает вам раздать огромное количество и пива, и подарков, и настроения, и вот так вот. Все, спасибо большое. Женя, Рома, отличный эфир. Всем пока. Мы есть, потому что уже больше не будем. Есть. Субтитры создавал DimaTorzok Новый ассортимент встраиваемой техники от БИКО. Вдохновленные красотой природы. При более пристальном взгляде технология продукта тебя удивит. Сохраняет витамины А и С в овощах и фруктах в течение длительного времени. И помогает готовить на высочайшем уровне. БИКО – гармоничное сочетание дизайна и эффективности. Для здорового образа жизни. Вдохновленные красотой природы. Техника БИКО с гарантией 5 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова